Самая большая трагедия. Детей 21 века учит учитель 20 века методами 19 века. Тут уже люди не работают не потому, что нет работы, а потому что лень. Одно из угроз — искусственный интеллект. Искусственный интеллект так красиво всё пишет. Был бы я руководителем, уволил бы такого. Выборы уже приближаются, значит, может, какую-то зарплату поднять. Зажрались, наверное? Нет. Проблема такая есть, но зарплата проблему не решит. Это не я придумал, не выгодил. Здравствуйте! Это очередной выпуск «Радиоточки». Меня зовут Дмитрий Семёнов. Этот выпуск проведу я. «Радиоточка» — это проект Крест Полешкова. Сегодня мы находимся в реформ-спейс Вильнюс. А со мной здесь рядом находится Гинтлутас Дервинис, руководитель Центра по инженерным компетенциям, учебного центра по технологиям и инженерии, или сокращенно ТехИН. Также член, даже руководитель комитета по просвещению и самоуправлению в ВИСе Гинтлутас. Мы с вами, Гинтлутас, говорили уже для этого проекта. Это было в 2021 году летом, то есть больше двух лет. С тех пор прошло. И много чего изменилось с тех пор. В том числе вы переехали работать в Вильнюс. Теперь работаете в Вильнюсе, расскажите об этом. Да, так точно. Немножко больше, чем полгода я уже нахожусь в Вильнюсе. То есть мое рабочее место, основное рабочее место — это Вильнюс, учебный центр ТехИН. По рабочим дням работаю в Вильнюсе, а так проживаю также в Висагиносе. Ну вот ваша работа в Вильнюсе, в чем она заключается? И отличается ли как-то специфика от того, чем вы занимались в Вильнюсе? В принципе, сфера инженерии и инженерные компетенции — это очень похоже. Скажем, даже те же государственные программы, только здесь чуть-чуть сфера деятельности пошире, потому что больше входит отделений, то есть больше профессии. Меньше сейчас занимаюсь учительской деятельностью. А если сравнить в этом плане Вильнюс и Висагиноса, спрос на вот эти вот профессии, на вот эти специальности инженерно-технические, вот спросом где больше? Поток людей, которые желают их получить — в столице Литвы или в Висагиносе? Ну, безусловно, в столице, конечно, потому что город большой, много промышленности. В нашем центре также предоставляем квалификацию электрика, теплотехника, специалисты по кондиционированию, вентиляциям, сантехника, сварщики, те же мехатроники по автоматическим системам, так же, как и в Висагиносе, только здесь предприятий много. В Висагиносе, конечно, столько предприятий нету такой потребности, но там более развита была сфера метод подмастерья, то есть люди приезжают из других городов, в том числе и с Вильнюса. Сфера большая, огромная, потребность очень большая, поэтому развиваться есть где. Да, потребность, кстати, действительно большая. Вот часть тех специальностей, которые вы перечислили, ну, например, возьмем электрик, сварщик, это те специальности, в которых, как я понимаю, дефицит кадров в Литве, по крайней мере, востребованными специальностями считаются. Я даже знаю несколько случаев, когда люди, которые приезжали сюда, ну, вот как я, например, по политическим причинам из России, они учились здесь на сварщика и очень даже легко находили работу и достаточно неплохо при этом получают. Вот ситуация с востребованностью этих специальностей, она как-то улучшается или по-прежнему большой кадровый голод? Надо видеть всю картину, потому что я сам по своему опыту, ну, проходил все этапы, техника, техникума, потом университет и высшая, и инженерная работа, и потом вот образовательное обучение. То есть предприятия начинают понимать, что очень важная цепь, вот это квалифицированный специалист, который еще в некоторых случаях такой IPTU, еще в народе путяга, да, там такие вот приходят, которые самые слабые, немотивированные. Ну, так вот это вот по всей Литве видно, что люди с высшим образованием, неважно, они приходят на квалификацию, получить навыки, то есть если надо программировать станки, и хочет человек этому научиться, так в профессиональном центре это как раз вот это место, где можно этому выучить, это вот приобрести эту компетенцию, программировать, тем более программировать системы управления по автоматике, то есть это то же самое мехатроника. Высшее образование должно быть для тех, кто занимается наукой, расследовательской, исследовательской деятельностью какой-нибудь, там создание новых продуктов и т.д. и т.п. А вот именно вот эта вот эксплуатация, техническая поддержка, монтаж, демонтаж, ремонт, техобслуживание, вот это вот как раз уровень, чем мы занимаемся, готовим этих специалистов. Это самое массовое должно быть, и вот к этому идем, понемножку меняется. Как говорится, есть такая поговорка, вы хотите ли, когда пригнали автомобиль в сервис, и вас встречает 10 менеджеров, и один такой какой-то автослесарь, ну не хотим, мы хотим, чтобы хорошие слесаря были, там уже автомеханики, которые ремонтируют, и один менеджер. Так вот по системе образования была сложившаяся чуть не такая ситуация. Все с высшим, все менеджеры, все, ну к счастью меняется все. Мы с вами, я помню, когда говорили в прошлый раз, упоминали такого важного игрока, можно сказать, работодателя крупного, да, инвестора, Интосердикал, который как раз для ВИС Гиннеса в том числе является важным предприятием. С тех пор какие-то, если говорить в целом о Литве, какие-то подобного масштаба работодатели пришли на наш рынок? Сейчас не могу ответить на этот вопрос, но я уверен, что пришли, потому что, если посмотреть на свободно-экономические зоны, например, Каунасские, они там уже не помещаются, они там в пустых полях, строятся заводы, строятся заводы, то же самое, Холлистер, американский инвестор, он сейчас вот заключили договор, уже делаем, делаем такие программы для них, уже начинаем, Вильнюс балды, то есть вильнюсской мебели, если дослонно привезти, это они уже, новая фабрика у них за Вильнюсом, тоже тесный контакт уже, ну, будем обучение, и в том числе и на рабочем месте, так же учителя будут ездить. Если говорить о, ну, вот так вот просто, на простом примере, да, о заработке вот в этих сферах, допустим, человек, который прошел обучение в вашем центре, получил специальность, и у него стоит выбор, ну, поехать куда-то дальше, на запад, или остаться здесь, сейчас чаще что выбирать, условно говоря, достаточно или заработок людей, чтобы выбирать именно оставаться и жить в мире? Ну, я не являюсь социологом, тут вопрос, конечно, ну, если только вот по каким-то личным, по знакомым, действительно, действительно, каждый, каждый имеет для себя выбор, свободный выбор, как говорится, зато боролись, чтобы свободно было передвижение, работа, учиться можно где-то, но никогда я не агитирую за эмиграцию, если человек сделал карьеру какую-то успешность здесь, он может, ну, для себя, для семьи, там что-то где-то усовершенствовать, конечно, когда здесь неудачник, ну, там, в кавычках, скажем, едет туда и смотрит, смотрите, вы остались там такие, ну, мы там крутые, но есть такие всякие варианты, никто не ждет, там, ни дядя, ни тетя, если, плюс другой язык, другая культура, совершенно другие законы, ну, немножко, скажем так, так, ну, сколько я заметил, жаловаться, никто не жалуется, все хвастаются, что там, наверное, хорошо, но зарплаты здесь довольно неплохие для специалистов. Работодатель часто смотрит на квалификацию, на то, что умеет человек, потому что чисто, у нас еще такой менталитет, диплом, пришел бакалавр, не взяли на работу, тогда он идет на магистратуру, потом докторскую пишет, для чего вот это надо? И думает, что чем больше вот этих у него бумажек, тем больше ему зарплата будет. А у работодателя желание, чтобы он принес какую-то прикладную цену, стоимость, чтобы заработал, поэтому есть большой, то есть потребность большая в специалистах, но нужны действительно специалисты. И не каждому это дается, не каждому от природы к одному, другому, другому или нет, наверное, я не знаю, но во всех сферах нужны специалисты. Ощущается, кстати, в этом плане, опять же, ну не знаю, насколько вы погружены в этот вопрос, ну про сферу и те, просто в продолжение хотел задать вопрос, ощущается увеличение конкуренции в связи с тем, что появились здесь белорусские компании, эти компании достаточно большие и с ними вместе переехали и их сотрудники из Беларуси, но я так понимаю, что они литовцев тоже берут с местного рынка. Ну, по поводу IT, сколько вот даже сегодня общался с руководителем отдела по IT, так трудоустройство, так трудоустройство довольно высокий процент. И говорит, на каком-то конференции встречаю, там они уже и карьеры делают, и в банках в том числе работают, и в всяких финансовых, других конторах, там, компаниях. Такие успешные примеры она там начала перечислять, говорит, вот горжусь, высшие ученики, они добиваются таких даже успехов. и образование не высшее, скажем, просто люди изучают вот это все конкретно. Ему надо запрограммировать, ему надо создать, ему надо сотворить. Какая разница работодателю, какой там бэкграунд, то есть, ну, не все, чтобы грант, бумажка какая. Показывай. Вот показал и заработал. И человек, если успешно делает карьеру даже. Да, у меня, конечно, не сфера IT, но похожая история. Я вот за, сколько мне сейчас, 33-34 года скоро будет, за все это время я сходил диплом, ну, ни разу при устройстве на работе не показывал, ну, потому что не было такого требования. Умеешь, хорошо, молодец, не умеешь, ну, значит, не умеешь. Никогда можно было. Я, кстати, вот, когда менял вот эту работу последнюю, уже за 50 лет было, тоже, только потом предоставил документы, CV, там, дипломы, все, все свои, там, какие-то были где-то в карьере награды, там, достижения, это только потом достал. Потому что меня знали, во-первых, ну, в этой сфере, в этой, скажем, все равно общался я, чтобы через какие-то учреждения, через, то программы писали, там, какие-то совместно, то были какие-то такие, ну, национальные конкурсы и всякие разные. И потом я так с вами говорю, а вот как вот так вот? Значит, значит, уже есть, есть, появилась известность, доверие и все. И вот эта вот бумажка, что у меня там закончил, вот это, вот это, а потом еще и вот это. Это лично для, когда я работал вот на атомной станции, довольно такое, ну, государственное предприятие, больше даже при любых желаниях не можешь остаться после работы, то есть время свободное, если бы, то вчера больше времени, я закончил университет. Было очень полезно, так как я уже был специалист, был инженер, и тогда магистратуру закончил, вот это, я знал, чего хочу, знал, что изучаю, ну, были вот молодые, я уже довольно взрослый был, когда учился, молодые, ну, они, чисто теория и не знаешь применения, вот тогда очень, очень, скажем, оно зря уходит, это все. Кстати, если говоря уже более широко об образовании, да, и о школьном, и о университетском, в тот момент, когда мы с вами говорили в 21 году, мы с вами обсуждали в том числе влияние пандемии, да, как оно повлияло на образование, сейчас у нас новые вызовы, сейчас у нас война, идет уже, вот второй год, скоро будет два года, а война как-то повлияла на какие-то тенденции в образовании и среди учителей, преподавателей и среди учеников? Ну, кроме того, что есть некоторые ученики, беженцы, они как-то вливаются в эти группы, в классы, с ними надо работать, ну, это одно дело было в усыгинности, это было, когда русский язык это буквально все владеют, литвовцы, поляки, все там, ну, та среда такая, им полегче, ну, в Вильнюсе тоже русскоязычного речи слышно сейчас очень много, то есть, то есть, раньше так не было, сейчас очень много, другое дело, лекции по гражданской обороне тоже мы как учителя слушали, в союз стрелков Литвы, Литвы приходил там какой-то вождь, какого-то полка, или там, ну, я не знаю, какого-то, какого-то начинка, но такие хорошие советы давал, далеко не должны быть спокойными, и что это нас не касается, поэтому всегда может коснуться, это еще угроза никогда не прошла, так что вот такие, вот некоторые мероприятия просто заставляют задуматься немножко, вот, и с учениками иногда вот этот момент акцентировать, ну, а так конкретно, что касается процесса самого обучения, так это никак не повлияло. Ну, а кстати, я подумал, а знаете еще, как повлияло, если уже говорить опять снова об инженерно-техническом образовании, это же называют войну, война дронов, беспилотников, насколько сейчас вот в Литве тоже уделяется внимание, да, конструированию, производству дронов, управлению, операторы БПВА, как это называется? И, насколько я слышал, так и производят, и немало ремонтируют, есть волонтеры, которые собирают дроны, мы тоже когда-то набрали, ну, раньше было, я когда еще здесь не работал, набрали там домокаты эти электрические, то есть пытались сделать какой-то ремонт, или учеников обучать, или там все такое, так, это все отдали для, ради доброго дела, из них, им нужны только колеса и моторы и платы управления, и там вот эти вот добровольцы, волонтеры, они из них создают дроны камикадзе, которые едут, лезут под танк со взрывчаткой, либо едут по полю разминировать, чтобы солдата не отправлять, чтобы не загинул, как на украинском, так что есть у нас материалы для обучения, вот это мы пожертвовали, чтобы для такого доброго дела, то есть этим занимаются и волонтеры, и компании какие-то, ну, слышал, немножко, немножко прикоснулся, а так, минимум только. А вообще образование, оно успело отойти, как бы, от одного шока перед тем, как наступил второй, от последствий ковида до начала войны? Ну, как-то все в кучу, и такое у меня ощущение, что про вроде бы, можно так и цинично говорить, но как-то люди либо привыкли, либо, ну, я смотрю, и украинцы живут, как бы, если смотреть в другую сторону, кто-то спортом занимается, кто-то и культурная деятельность, но не все же там, скажем, если процентально посмотреть на карту, там немаленькая, небольшая часть, вроде как бы захвачено, и там военные действия идут, но они неспокойны, прилететь может всегда, любое место, но также, а вот у нас как-то сначала очень все это было, реагировали все, и тут много флаги, все атрибутика, все вот это, поддержка, конечно, это все не прошло, но мы уже привыкли, по городу идем, флаги, как и литовские, так и украинские, так же везде вот это вот сбор каких-то средств, стоят по улицам, но идешь, и как-то все равно, хоть и по телефону отправляешь, плюс, и на улице иногда кому-то там даешь, на какой-то, на скорой помощи собирают, там всякие ребята, волонтеры, но это все, но как-то вроде бы меньше разговоров, меньше вот уже, ну это как бы посредневное, адаптация, мы адаптировались. Ну, это нормально, я не буду оценивать ни хорошо, ни плохо, это есть так, как есть, но готовы мы должны быть, мы должны быть все равно как-то, как нам и этот представитель объединения средствов говорит, про рюкзак, постоянную, готовность, и есть список, есть сайт специальный, нам там напомнил, где сайт, чтобы этот комплект был всегда под рукой. Я вспомнил, что у меня как-то была командировка в Висогинске, наверное, ну либо в первой половине этого года, либо в прошлом еще году, и там как раз мы общались с украинцами, которые после войны приехали, и в разных сферах там работают. Одна из моих собеседниц была учительницей в Висогинской школе по математике, но она была учительницей по математике в Украине, и здесь ее взяли. Я извиняюсь, это была Александра, скорее всего. Возможно, я сейчас могу, мне кажется, да, вообще много ли учителей из Украины адаптируются сюда в первую образовую учительницу? Ну я только и помню, вот ее, она работала и в профессиональном центре, в центре по профессиональному обучению, и, кстати, она уехала уже обратно, она из Хайкова, и значит точно она из Хайкова, две девчонки учились, одна воспитанница была моей жены, поэтому я вот знаю, младшие или старшие, тоже уехали, приехали, они так, как-то вот так вот, ну да, там учительница, она действительно, она активная, она и по дистанционному обучению ведет, там, и все такое, как бы, и образование психологов, я если, не знаю, боюсь соврать, ну, а так люди трудоустроились, я знаю, который один такой пожилой человек уже стал, даже переживал, вот может, говорит, кому-то я рабочее место занял, бетонная, фабрика по бетонным изделиям, хорошие, хорошие зарплаты, говорю, если наши местные лентяи не работают, тогда вы не волнуйтесь, работодатель принял вас, значит, вы нужны были, вы нашли друг друга, да, поэтому даже вот так вот, говорят, я кому-то, может, чье-то место занял, успокойтесь, тут уже люди не работают не потому, что нет работы, а потому что лень, либо там привыкают к пособиям, или там посчитают, что невыгодно, типа, из-за каких-то других социальных, там, выплат, или каких-то вот семейных обстоятельств, всякие разные бывают варианты, и сам лично, я там кому-то велосипед выставил на продажу, говорит, говорю, встретите, вот такой-то адрес, говорит, а я не знаю, как, говорит, мы с Украины, ну, если с Украины, я говорю, отдаю этот велосипед, что вам продавать, вы для мужа на работу муж будете ездить, вот это вот, трогательная история, что вот приезжают люди, и они, они ищут где тут заработать, чтобы не сидеть на шее другим. Актуальная наша тема, вообще осень вся в Литве сопровождается забастовками учителей, мы с вами общаемся 23 ноября, а вчера 22 ноября была вторая волна, началась с митинга, второй этап, большой митинг был возле Сейма, я сам там проходил, как раз случайно, мимо вчера, требования учителей, ну если вот вкратце, повышение зарплаты на профсоюз хочет на 30% с небольшим, министерство готово им на 20% повысить в следующем году в два этапа, ну и плюс сокращение количества учеников в классах, насколько, как вам кажется, как учителю уже, требования учителей, не то чтобы правильно, насколько эта проблема действительно велика, то о чем говорится на митингах учителей? Проблема такая есть, но зарплата проблему не решит, тогда нужно бы как-то проверить и планку поднять для тех же учителей. Проблема, наверное, потому что сейчас всякие новые, появляются новые аспекты, это как называется и троукос, и судимость, то есть те люди, детишки, которые с каким-то недугом, они должны интегрироваться. Учитель, хоть он и, например, курс какой-то выслушал, но все равно проблемы, там он какой-то мешает другим. Есть всякие, всякие эти, у людей всякие, ну как сказать, потребности, да, потребности, то поведение разное, есть и агрессивные некоторые. И вот, когда смотрим на западных странах, там чуть не с каждым таким ребенком сидит соцпедагог какой-то или специалист, скажем, вот этого боятся, плюс какие-то, может, в школах внутренние там придумают всякие, там какие-то отчеты, там какие-то проверки, людям больше стресса этого. Но то, что зарплату поднять, потому, потом, почему не бастовать медикам, что там, зажрались, наверное, нет. Это надо учиться, это надо ответственность, тоже с больными работать и всем другим, и пожарные, и полиция, и кто получает, скажем, очень много. Нормально, да, уровень растет, этим надо радоваться, но выделить часть учителей, так и другие скажут, подождите, а как-то. Так что, тут, наверное, какой-то учителям больше нужна помощь, больше разгрузить дополнительными вот этими, штатными единицами, как соцпедагоги, психологи, вот тут помощь, учитель больше менеджмента, учитель, чтобы занимался обучением, потому что у него и собрания родительские, там и проблемы решает, и все на учителя. Вот это, я, видимо, от какой-то стресса, что вот постоянно, ну, какие-то вот, ну, это мое мнение, а не то, что сильно, сильно плохо и маленькая зарплата. Да, наверное, не в самих деньгах счастье, но надо вот, из-за вот этих всех, чем дальше, тем больше. То, там, психология, то гражданственность, то еще какое-то половое просвещение, ну, все сверху, и все в школу. и плюс потребность, дети становятся, я считаю, тоже, как, ну, все боятся, и лень, мы, там, поколение, там, XYZ, ну, в этом плохого ничего не вижу, люди, они дети такие, более способные, программы надо более гибкие сделать. И вот где эти учителя, которые займутся? Трудовики с руками, да, начнут вот этим заниматься? Не начнут. Тогда вопрос другой, если зарплата требует квалификации. Они способны работать с 3D-принтерами, с программированием? Школы же обновляются тоже. Дети так способны? Они родились уже с телефонами мобильными, смартфонами. То тогда уже другой вопрос. Но я тут говорю, как не представитель школы. Да, да, конечно, а вот какая... Ну, вот смотрим на детей, не на себя, не на нас красивых, да, наш клиент, вот это вот немножко коммерческое мышление, что появилось, что мы работаем ради клиента, клиент — наши дети, наше будущее, кто нам перейти будет зарабатывать. И они уже умные, они способные. Самая большая трагедия, когда детей 21 века учит учитель 20 века методами 19 века. Это не я придумал, мне сказали, вот те методы, что учить, я учитель, я все знаю, вы ничего не знаете. Сейчас методы тоже надо менять, но все сводится к госэкзамену. И учителям вопрос встречный. Кто будет заниматься, в школах сейчас закупил и всякие, все школы закупают там, и принтера 3D, и программы, и всякие станки, и даже электронику, и мехатронику, и роботику. И вот эти учителя, которые бастуют, они способны, готовы? Я думаю, что нет. 90% из них не готовы. Вы бы не подержали забастовку? Ну, не знаю, надо поднимать проблему, да, поднимать проблему, но эта проблема больше, она более обширная, чем чисто дайте больше денег. Качество, качество обучения от этого не улучшится, я уверен в этом. А если говорить уже не о учителях тогда в самом конце, а о министерстве, а у министерства есть ли вот эта вот четко выстроенная концепция, что на каком звене нужно, чтобы на выходе мы имели то-то, то-то. Ну, условно говоря, есть ли у министерства какая-то концепция движения к цели для того, чтобы образование было более эффективным? Ну, я не знаю, стратегию не читал, но самая суть, что это все меняется через какие политика, то есть через 4 года политические, ну, и мы так вот как в шутку можно так всегда думать, ну, остался год до выборов, значит, никаких перемен либо вот зарплата какая-то, если выборы уже приближаются, значит, можно какую-то зарплату поднять, потому что вот, чтобы вот их поддержать, тех же. Ну, я считаю, чиновники должны быть тоже с таким немножко, каким-то, таким неординарным мышлением, чтобы не быть только исполнительными. Пришли, выполняем свои функции. Да, все учреждения, куча всяких функций, и подтвердить, и утвердить, и все это аппаратом должен работать бюрократически, все равно, но прийти с какими-то идеями, сгенерировать, сесть, посадить такую обширную компанию всех заинтересованных сторон, и тогда найти какой-то, прийти к консенсусу какому-то. В общем, совершенствоваться нужно всем, я так понимаю. Да, быстро, очень, очень быстро мир меняется, когда я раньше, так вот, именно если смотреть со стороны IT, технологии, мы, ну, не избежать, этого не избежать, и как-то надо приспособиться. Вот, я сейчас, все-таки, это не последний вопрос, значит, был, про IT, про технологии, вы говорили, я-то вспомнил, у нас просто журнал The Economist такую на прошлую неделю обложку выдал, да, такой в виде ребус, о том, там были, о том, чего ждать в следующем году, их какие-то прогнозы в виде ребусов, прогнозы и угрозы. И вот многие называют, в том числе, в этой обложке тоже было, одной из угроз искусственный интеллект. Ваше отношение к искусственному интеллекту? Искусственный интеллект, я думаю, что это во многом он может помочь. И, например... Как нивелировать те угрозы, которые теоретически могут быть у него? Вот эти те, которые создают, они должны параллельно другие. Ну, даже как кто-то создает программу, кто-то вирус, кто-то антивирус. И вот так и вот это соревнование вечное. Поэтому собрать какой-то, какой-то, ну, такой, очень такой примитивный пример. Например, хочу написать реферат. И если учитель в современном 21 веке задает ученикам или студентам преподавателям, задает какой-то реферат написать, ну, это уже все. Это уже можно... Был бы я руководителем, уволил бы такого учителя. Потому что искусственный интеллект так красиво все пишет. Значит, для отбора какого-то информации это очень хорошо. Искусственный интеллект, да. Но если человек выдает как за свое вот это все, и вот это его засчитывает, это вот смысла нет уже. Поэтому люди должны уже заниматься творчеством, генерировать генерацию идей. А вот этим интеллектом воспользоваться, чтобы сократить время. Поиск в библиотеках, когда раньше ходили в библиотеку заранее, там сидели, книги переписывали. Вот это вот избегаем. Значит, мы поскорее получаем большой поток информации, мы ее быстрее... Искусственный интеллект помогает быстрее его как бы отфильтровать и мы забираем то, что нам кажется нужное и вот это можно, конечно, использовать в хороших целях. А в сфере IT он может искусственный интеллект конкурировать с конкретными людьми в профессии и тем самым, соответственно, выталкивать людей из профессии в будущем? Никогда этого не будет. Мы обычные примеры. Вот появилась фотография цифровая. Сначала появились так называемые мыльницы, которые с пленкой, все стали фотографами. Сейчас все фотографируют, выкладывают с телефонами. Аналоговая фотография не исчезла, не исчезла. Пластинки возвращаются, винильные, возвращаются. Есть меломаны, которые... все равно по качеству мегапикселей, гигабайтов много, но все равно специалисты пользуются этими технологиями. И тут без человека, без человеческого ума, то есть его какого-то отношения к вещам, к всем, такого не будет. А интеллект, он будет всем управлять, управлять всем, подсчитывать огромные суперкомпьютеры, которые посчитают всякие вероятности математические. но это может слышно даже до двухсот лет пройти, чтобы посчитать вот это, всю информацию собрать. Сейчас суперкомпьютеры, которые объединены в сеть огромную, они считаются какие-то считанные минуты, если объединить вот это все ресурсы. Поэтому ну это ну не надо бояться, потому что боялись и поездов, боялись и мобильников. Вы, наверное, ну не помните, когда все буквально лет 15-10 назад все писали, что от мобильных телефонов излучения, излучение, рак и электромагнитные поля, телевизор от всего, боялись всего. Ну, вроде прошло. Ну что ж, можно посчитать, да, что немножко тоже попробовали спрогнозировать будущее в плане искусственного интеллекта. Закончим на этом наш разговор. Спасибо большое, Гинтлтас. Спасибо вам. Напомню нашим зрителям, что сегодня мы беседовали с Гинтлтасом, Дервинисом, руководителем Центра по инженерным компетенциям, учебного центра по технологиям и инженерии Тех.Ин. Ставьте лайки к этому выпуску, пишите ваше мнение в комментариях. Я на этом с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова